Здравствуйте! Вы смотрите программу События. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Два года тюрьмы за разжигание национальной розни. Полковник в отставке Квачков выслушал приговор. Нагрянули с проверкой. Силовики искали нелегальных мигрантов в ларьках на Старозагоре. Из Самары без пробок. Красноглинское шоссе расширяют до четырех полос. Эксполковнику главного разведывательного управления Квачкова на полтора года увеличили срок. Он проведет в заключении два года с ограничением свободы на год. Его признали виновным по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Его уголовное дело завели в связи с размещением весной 2015 года в Ютьюбе видеообращение Квачкова. Через год ему предъявили обвинение. В ролике нашли признаки экстремизма. В суде бывший полковник вины не признал. Адвокаты просили прекратить уголовное преследование в связи с отсутствием состава преступления. Как отмечал Сергей Орлов, видеоролик по данным следствия разместили в интернете неустановленные лица. По его словам, у Квачкова, отбывающего в это время наказание в колонии по другому судебному приговору, не было никакой возможности разместить видеообращение в сети. «Обжаловать в апелляционном порядке мы будем. Почему? Во-первых, ухудшить положение нашего подзащитного уже ничто не может. В общей сложности это два года. Улучшить положение возможно. Улучшение положения мы видим в вынесении оправдательного приговора в связи с отсутствием состава преступления в действиях нашего подзащитного». Торговля вне закона миграционной службы совместно с администрацией промышленного района провели рейд по торговым точкам. Сколько нелегалов выявили в ходе проверки, расскажет Лариса Шалафаст. Увидев полицейских, продавец спешит скрыться, но не успевает. Документов у него не оказалось. Молодого человека забирают в отделение полиции. «Регистрация есть? Тоже нет? Сейчас пройдемте с нами в машину, проведем составление протокола». На Старой Загоре проверяют еще несколько киосков. Продавец палатки с арбузами документы предъявил. Но на территории России он пребывает временно, поэтому торговать на улице не имеет права. «Есть постановление правительства Российской Федерации об ограничении доли иностранных работников в хозяйствующих сферах. В данном постановлении сказано, что торговля в киосках, ларьках, торговка павильонах на улицах иностранными гражданами, временно пребывающими на территории Российской Федерации, запрещена. То есть торговать на улицах иностранцы не могут». Мало того, что с документами у продавцов не все в порядке, они еще и торгуют на самарских улицах нелегально. Все эти киоски установлены на территории промышленного района незаконно и подлежат демонтажу. «На территории района располагается больше 200 незаконно установленных объектов. В общем-то все они заактированы и постепенно, полномерно эта работа ведется. И все незаконно установленные объекты будут вывезены». Всех задержанных иностранцев доставят в отделение полиции. Тех, кто находится на территории России нелегально, ждет депортация. Остальным грозит штраф – минимум 2000 рублей. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. «Хорошее социальное самочувствие людей зависит от них самих. Чтобы наладить успешное взаимодействие между управляющей компанией и жителями, необходимо максимально активно участвовать в управлении своим домом. В этом помогает предметный договор с описанием, какие услуги и когда должна оказывать управляющая компания. В Самаре эта практика только внедряется. В Новокуйбышевске почти все дома имеют такой контракт». О своем опыте руководители города «Спутника» рассказали на выездном совещании депутатам Самарской городской думы. 46-й дом по улице Дзержинского в Новокуйбышевске – живой пример успешных отношений между управляющей компанией и жильцами. «И в нашем доме, конечно, есть инертные люди, но есть костяк, кстати сказать. Люди возрастные, активно участвуют. Но я хочу отметить, здесь молодежь нашу. Они тоже отзываются и всегда готовы помочь». Они участвуют во всех программах по благоустройству. За несколько лет в доме провели капитальный ремонт крыши, отремонтировали систему отопления и электроснабжения. Сейчас устанавливают антивандальную плитку. Активная работа с советами микрорайонов в Новокуйбышевске ведется с 2013 года. Почти все многоквартирные дома заключили с управляющими компаниями предметный договор. Он позволяет детально прописать, что и когда необходимо сделать в доме. Провести ремонт, обустроить парковку или площадку для отдыха. Жильцы решают, компания делает. Каждые три года есть возможность поменять организацию, если что-то не устраивает. «Я считаю, что у нас город небольшой, он компактный. И вот это взаимодействие, какое-то соседское взаимоотношение, соседи между собой, оно как раз подталкивает всех на благоустройство, на хорошее содержание дворовых территорий». Опыт Новокуйбышевска будет полезным для Самары, отметили участники выездного совещания. Депутаты, сотрудники администрации и коммунальных предприятий. «Самара немножечко должна сдвинуться вперед. Общественные советы микрорайонов у нас работают всего несколько месяцев, поэтому нам очень важно было посмотреть опыт Новокуйбышевска. Новокуйбышевска уже работает пятый год в системе общественных советов микрорайонов. И нам, конечно, этот опыт очень полезен». Участники совещания также ознакомились с работой единой дежурно-диспетчерской службы при городской администрации Новокуйбышевска. Она работает четвертый год. В день поступает до двух сотен звонков. Люди обращаются по самым разным вопросам, но самая популярная тема – ЖКХ. «Допустим, у человека прорвало трубу. Человек звонит к нам в колл-центр, заявка принимается и незамедлительно направляется на службу. То есть в зависимости от времени суток либо аварийная служба, либо управляющая компания». Опыт Новокуйбышевска назвали уникальным и может воспользоваться любой район Самары. Ключевые основы успешного развития жилищных отношений возьмут на вооружение все 355 общественных советов микрорайонов. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Безопасные и качественные дороги таких в Самаре-Самарской области становятся все больше. В этом году по федеральной программе в регионе приведут в порядок 93 дороги. Это почти 300 километров. Больше половины из них в Самаре. Работы ведутся уже на улицах Дебенко, Галактионовская, Проспект Масленниково, а также на большом участке Красноглинского шоссе. На какой стадии сейчас ремонт и что изменится, расскажет Олеся Корецкая. Кто ночью не спит, а работает, тот мы. И дорожные рабочие. На участке Красноглинского шоссе, где сейчас идет ремонт, трудится 70 человек. За одну смену они срезают до 600 погонных метров старого асфальта. Три фрезы идут друг за другом, срезая слои дорожного покрытия. Работы на дороге ведутся ночью. Смена начинается в 22 часа и длится до половины седьмого утра. Движение не перекрывается. Машины едут по одной полосе по реверсивной схеме. Пока дорожники работают с нижним слоем. Впоследствии также производится работа. Будет производиться по укладке в районе слоя на следующей неделе. А затем будет производиться уширение проезжей части. Попутно в дневное время идет обустройство прилегающей территории. Сейчас лесосечными работами занимаемся. Валим лес и вывозим пеньки на свалку. Работы идут на участке почти в 10 километров. От Волжского шоссе до моста через реку Сок. Это часть дублирующего маршрута к чемпионату мира по футболу. Проект масштабный по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Рассчитан на два года. На ремонт направлено более миллиарда рублей. Ремонт на Красноглинском шоссе необходим. Из-за интенсивного движения на дороге появились колеи, превышающие нормы в три раза. По проекту здесь уложат несколько слоев специального покрытия из крупнозернистой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси по современным технологиям. Саму проезжую часть расширят почти в два раза. Сделают четыре полосы движения вместо двух. Все пешеходные переходы на данной дороге будут регулируемы, то есть с устройством светофоров и вызывной кнопкой для пешеходов. Также на оси данной дороги будет барьерное ограждение установлено и барьерное ограждение будет установлено по краям автомобильной дороги. Все это позволит снизить аварийность на участке и сделать дорогу более безопасной для движения машин и пешеходов. Завершить ремонт Красноглинского шоссе должны в сентябре 2018 года. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События. Из парков и скверов перебрались поближе к воде. Активисты движения «Чистый город» убирают волжские берега. Что еще в планах у молодых экологов узнала Марина Кравцова? Жара, берег Волги. Но эти молодые люди не купаться и загорать пришли. Волонтеры движения «Чистый город» взялись за генеральную уборку береговой линии. Для экологической акции выбрали спуск лейтенанта Шмидта. Отдыхать здесь самарцы любят, но об экологии, видимо, не задумываются. Горы пустых бутылок и другого мусора волонтеры собирают в пакеты. Один такой мешок наполняется за пять минут. Ну, ботинки, вот сейчас тоже где-то здесь арбузы, сейчас сезон арбузов пошел, сейчас арбузов немного находишь. Молодые защитники экологии призывают всех бережно относиться к природе и к Великой реке. Попутно напоминают отдыхающим, что мусор легко донести до ближайшего контейнера. Радуются волонтеры, что ряды их продолжают расти. В этом году к движению «Чистый город» присоединились более 4 тысяч молодых людей. Наводить порядок в родном городе стало трендом. Вместе с молодыми людьми на уборку вышли и представители регионального отделения Русского географического общества. Весной общественные организации подписали с властями Самары соглашение о сотрудничестве. С огромной гордостью, наверное, с огромным желанием принимаем вместе с нашим молодым поколением участие в такой акции. И если, начиная с самого молодого возраста, мы не будем прививать любовь к нашему родному дому, к тому окружению, в котором мы живем, то, конечно, власть без общества сделать ничего не может. Самое главное – это общество. После уборки весь собранный мусор сразу же вывезут городские службы благоустройства. Мы оказываем содействие в инвентаре, в перчатках, в мешках, в вывозе отходов, которые были собраны, централизованы на полигоны. Ну и участвуем сами. Меньше часа дружный волонтерский отряд потратил, чтобы привести в порядок более 200 метров береговой линии. В планах не только продолжение экологических акций, но и просветительская работа со школьниками. Ребята вот в белых манишках, в белых футболочках «Чистый город», они очень здорово себя зарекомендовали. Они показались такой дружелюбной, дружной компанией, которой хочется присоединиться. Они уже сформировали какой-то план для себя. Это в осенний период. Будем рассказывать школьникам о том, как себя нужно вести, чтобы оставить экологию в покое и в порядке. После продуктивной работы можно и отдохнуть. Сотрудники библиотеки уже на чистом пляже провели для молодежи викторину на экологическую тематику. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Заработали подарок. Жителям двух дворов промышленного района вручили сертификаты на установку систем видеонаблюдения за победу в конкурсе «Чистый город». Весной активисты выходили на субботники и навели порядок там, где живут. Двор победителей увидела Мариана Мирная. Всего через пару месяцев здесь, на заводском шоссе 56, появится система видеонаблюдения. Жители получили сертификат на ее установку. Это позволит повысить безопасность в отдаленном микрорайоне, где очень много семей с маленькими детьми. Дети у нас очень довольны этим площадкой. Детей очень много. По 200-150 человек каждый день. И родители все. Порядок у нас. Не пьют. Никто, ничего. Все соблюдают. Курить даже выходят за детскую площадку. Люди очень активны. Посмотрите, сколько у нас жителей, как бы старожилы этого района. Они переживают за свой микрорайон. Они очень активными оказались жителями. И вот эта инициатива, что люди сами берут ответственность за свои дворы, это работает на все 150%. Это один из трех дворов промышленного района, в котором скоро жизнь станет еще комфортнее. Уже на днях сюда приедут технические работники и составят график установки видеокамер. Самый главный результат – это то, что мы с вами, как граждане, я точно так же, как житель, мы приучаемся к хозяйскому отношению, к своему имуществу, к своему двору, к своей малой родине. Из этого складывается наше отношение к нашему городу, к нашему государству. Такие сертификаты получат всего 27 дворов города, по три на каждый район. Программа поддержки активных жителей обязательно продолжится. В городе разрабатываются дополнительные варианты поощрения дворов, которые сами вкладывают силы в наведение порядка. Марианомерный Максим Гусев, События. Полет нормальный. Спортсмены с мировым именем провели мастер-класс для самарских юно-армейцев. Звезды парашютного спорта рассказали молодежи, как шагнуть в высоту, о правилах безопасности и точности приземления. Прыгали в тандеме и поодиночке. Парашют примерила и Алина Чемерис. Перестроение и причудливые фигуры во время свободного падения чемпионы мира по парашютному спорту показывают высший пилотаж. У каждого из них тысячи прыжков. Следующая задача приземлиться в строго отведенное место. Сегодня именитые покорители неба проводят мастер-класс для юно-армейцев. Молодые спортсмены уже хотя бы один раз прыгали с парашютом, но всегда в одиночку. Сегодня из-за ветра самостоятельные прыжки им запретили. Зато подарили уникальный шанс – шагнуть с борта вертолета в тандеме с опытным парашютистом. Для Оксаны Сергеевой это первый опыт совместных прыжков. Девушка признается, едва коснувшись земли, снова скучаешь по небу. Когда видишь, прыгиваешь, начинаешь смотреть на все то, что тебя окружает, тут вид, все это действительно вдохновляет на какие-то подвиги. И хочется все-таки вернуться в небо снова и снова. Всего на встрече со звездами парашютного спорта два десятка воспитанников Сызранского военно-патриотического клуба. Им рассказывают, как не терять самообладание в небе, ориентироваться в воздухе и правильно приземляться. Сзади основной парашют, спереди запасной. Именно так выглядит парашютист в полете. Кстати сказать, находиться в этой конструкции довольно комфортно. Прежде чем совершить свой первый прыжок, спортсмены проходят обучение вот на таком тренажере, чтобы понять, где находится кольцо запасного парашюта и как всем этим управлять. На счету мастеров парашютного спорта, которые входят в состав сборной России множество побед. В прошлом году спортсмены дважды выиграли чемпионат мира, гражданский и военный. Первое место завоевали и в этом году в Германии. Мастер спорта международного класса Александр Иванов делится. Однажды, оказавшись в небе, влюбляешься в него на всю жизнь. И это чувство, уверен, важно передать начинающим парашютистам. Это действительно что-то особенное. Человек не испытывает таких эмоций, таких ощущений в жизни, в природе их нет, пока ходишь по земле. Поэтому я думаю, что они попробуют. Может быть, кто-то займется, может быть, кто-то не займется. Но, во всяком случае, это движение вперед, это приятно. Вполне возможно, что юно-армейцы продолжат не только в парашютном спорте, в вертолетном спорте, в самолетном спорте. И просто занимаясь спортивным видом спорта и продвигая спортивный образ жизни, здоровый образ жизни, это главный результат, к которому мы стремимся. Следующее испытание для спортсменов национальной сборной чемпионат мира в Черногории, который пройдет с 23 по 30 августа. Алина Чемерес, Василий Колдашов, События. Ко дню фотографий карточки не столько художественные, сколько общественно ценные. На набережной Самары представили фото-выставку «Общероссийский народный фронт в моем регионе». На стендах кадры, сделанные во время акций областного штаба. Здесь наглядно и доказательно показали, что многое в нашей жизни зависит от общества. Была свалка, стала благоустроенная территория. Были дороги убитые, стали ровные и отремонтированные. Результаты работы Общероссийского народного фронта в формате фотопротокола. На набережной Самары представили выставку «ОНФ в моем регионе». В 120 фотографиях рассказ о проектах народного фронта. В год экологии особое внимание природе. Общероссийский народный фронт создал проект «Генеральная уборка» и сетевой ресурс «Интерактивная карта свала», где каждый житель может отметить места нелегального складирования мусора. Результаты работы уже налицо. В Самарском регионе муниципальные власти вместе с общественниками уже ликвидировали больше сотни свалок. Кроме того, активистов приглашают и поучаствовать в уборке на Волжских берегах. Самые активные волонтеры могут найти себя на фотографиях. Количество волонтеров, которые участвуют в уборке по линии Народного фронта, увеличилось в пять раз. Проявить активную гражданскую позицию и принять участие в проектах приглашают всех жителей области. Мы смогли в этом году почистить за Волжские территории более 50 километров прибрежной линии. Я думаю, что для нас, волжан, это очень серьезное подспорье. И уже сейчас, ну, можно сказать, что в завершении нашего летнего сезона мы почистили и студионный овраг, мы почистили октябрьский спуск. То есть у нас Волга реально становится чище. В фотографиях рассказ об основных проектах Народного фронта. Это и дорожная инспекция, и формирование комфортной городской среды, и народная оценка качества. Народная оценка качества, где может каждый житель зайти на сайт Нароценка и оставить свой отзыв о поликлиниках, о больницах, о школах. Он будет полностью независим, будет анонимный, и в конце будет формироваться общественная оценка деятельности медицинских образовательных учреждений. 19 августа фото-выставка будет представлена в Тольятти, а осенью обоснуется в ДК Литвинова в Самаре. В социальных сетях фотографии из регионов можно найти под хэштегом «ОНФ в моем регионе». Марина Кравцова, Константин Головин. События. Крылья Советов заканчивают комплектовать состав. 31 августа закрывается трансферное окно, и переходы игроков до конца зимы будут запрещены. О новичках и кто покинул клуб расскажет Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите Самарские новости спорта. Футбольный клуб «Крылья Советов» и Сергей Божин договорились о досрочном расторжении контракта. Защитник выступал за основной молодежный состав «Крыльев» с 2011 года. Вместе с командой он вернулся в премьер-лигу в сезоне 14-15. В основном составе Сергей провел 35 матчей и забил один гол. Грузинский голкипер «Крыльев» Георгий Лория перейдет в Анжи. Контракт между 31-летним футболистом и Хачкалинским клубом будет подписан на следующей неделе. В расположение «Крыльев» вернулся бразильский защитник Жозе Нацан, выступающий за команду с 2013 года. Он провел за «Крылья» 90 игр в различных турнирах. Жозе по семейным обстоятельствам пропустил предсезонные сборы и поэтому смог присоединиться к «Крыльям» только сейчас. Украинский защитник Дмитрий Немчанинов официально стал игроком Самарского клуба. Контракт рассчитан на два года. Защитник будет играть под номером 23. 27-летний футболист в этом сезоне выступал за Донецкий Олимпик. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Увидимся! На пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского завершена засыпка фундамента на участках дорог. Начались работы по прокладке подземной коммуникации. Кольцо на новой развязке будет необычной, слегка вытянутой формы. Она была разработана специально, чтобы нагрузку с поверхности улиц выдержали своды станции метро. Классическая круглая форма оказалась бы слишком тяжелой. Метро находится как раз под развязкой. Для движения организуют три полосы шириной 5,5 метров каждая. Строители должны оборудовать и тротуар. Пока закрыты движения автотранспорта по Московскому шоссе в направлении центра города на участке от проспекта Масленниково до улицы Киевской. Строителям предстоит провести масштабные работы по переустройству сетей ливневой канализации, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. На кольце установят новые фонари, светофоры, три остановки общественного транспорта, а также современную систему видеонаблюдения. По предварительным прогнозам, развязка в районе станции метро Московская будет открыта для движения в конце этого года. Больше тысячи обманутых дольщиков готовятся в этом году к новоселью. В эксплуатацию ведут несколько проблемных объектов. В прошлом году удалось достроить 8 многоквартирных домов для тысячи с лишним жителей. Завершается строительство дома номер 10 по улице Тухачевского. Здание начали возвратить в 2005 году. В строительстве участвовали 211 дольщиков. Планировалось вывести 4 секции от 10 до 16 этажей. Работа затягивалась. Через несколько лет застройщика признали банкротом. А так и не сданный дом внесли в список проблемных объектов. В 2013 году совместные неусиления городского и областного департамента строительства определили нового подрядчика. Он завершил возведение всех четырех секций, провел все коммуникации. Сейчас ведутся внешние отделочные работы. Застройщик обещает сдать дом к началу 4 квартала этого года. Решение проблем обманутых дольщиков продолжается. За пять лет очередь сократилась с 22 до 3000 человек. Кроме того, не появилось ни одного нового проблемного объекта. Продолжается комплексный ремонт улиц по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». В списке 41 улица. На Галактионовской работают две бригады. Пока одни укладывают верхний слой дорожного покрытия, другие готовят съезды и парковочные места. Галактионовская имеет важное значение. Она является частью гостевого маршрута и ведет к площади Куйбышева. Ремонт ведется на участке в 2 километра. Завершить работу подрядчик обещает в октябре. На Косногринском шоссе идет презерование асфальта. Работы ведутся на участке длиной почти в 10 километров. От Волжского шоссе до моста через реку Сок. По проекту проезжую часть расширит с двух полос до четырех. В центре и по обочинам установят ограждение. Весь участок оборудуют пешеходными переходами, светофорами с возможностью кнопочного регулирования, а также посадочными площадками и пандусами. Ремонт ведется ночью с 22 часов до 6.30 утра. Днем ведутся подготовительные работы. Движение для транспорта не закрыто, осуществляется по одной полосе по реверсивной схеме. Полностью завершить ремонт Красногринского шоссе планируется в сентябре 2018 года. В Струковском саду установили бордюрные камни, систему электроснабжения и автополива. Уже завершены все демонтажные работы. В парке срезали все асфальтовое покрытие, уже началось укладывание тротуарных метров. Также будет восстановлено ограждение. С металлических решеток снимут старую краску, отреставрируют кирпичные столбы. Обновится и освещение. Парк украсит фонари, стилизованные под Пушкинскую эпоху. Приведут в порядок памятник Максиму Горькому и фонтан на ходе. Вместо разрушенного бассейна установят детскую площадку. В Струковском саду обустроят зону для занятий спортом, приведут в порядок скейт-площадку. В парке восстановят дорожки, фонтаны, а также площадки для аттракционов. Зимой она будет использоваться под котов. Восстановят летний театр, планируется сделать в нем разборные стены, чтобы зимой в театре можно было работать. Для отдыхающих установят скамейки, шезлонги, велопарковку, беседки. Работы в Струковском саду должны завершиться этой осенью. Городская администрация обещает сохранить исторический облик парка. На проспекте Масленникова по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» идет ремонт большими картами. На объекте задействованы две бригады – 40 человек и 15 спецмашин. Смена начинается в 22 часа. Работы ведутся ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Работы ведутся на участке от Новосадовой до Маломосковской. Это около полутора километров в длину. Ремонт проводится с соблюдением всех технологий. В качестве проверяют сотрудники МБУ «Дорожное хозяйство». При выявлении недочетов следят за их своевременным подстранением. Новый асфальт укладывают сначала на одной стороне улицы, потом перейдут на другую. Гарантия на новое покрытие – два года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова